Я два часа искала кого-нибудь, кто вызовет на меня полицию. Ты первая у кабинета Тихановской министерка открытая лесбиянка. Ты реально просто можешь поехать кукухой. Лукашенко сексист. Обозвал меня ЛГБЧБ министеркой. Экалиптус устрелился с Натальей Качановой, с Амнацем. Что-то я запытался. Оля, тебя никто не заметил. Давай назад. Витаюся, Бри, меня зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК. И сёня мы размовляем с процтауницей по социальной политикой объединенного переходного кабинета, колешняя керауница организации Радзислава, якая допамагала женщинам, які потерпели отхатнега гвалту, экс-паледзеня воляной Вольгой Горбуновой. Воля, витаю. Витаю. Ты памятаешь свою першую политичную акцию, якую взяла у дел? Это было начало нулевых. И я присоединилась к анархистскому движению в Беларуси. И мы проводили экологическую акцию «Пикет». Было очень много информации, что в заповедниках вырубают леса и отстреливают животных из Красной книги. И у нас была такая информационная кампания с пынем изнищения заповедных лесов. И в рамках этой кампании мы провели несколько акций. Сначала мы собирали подписи против уничтожения лесов около Центрального, в Минске. Прямо на проспекте ходили с бумажками и подписывали у людей, рассказывали им про эту проблему. Потом мы присоединились к Чернобыльскому шляху. Третьим этапом был фестиваль «Зеленый шабаш». Как ты стала часткой анархистского руха? Все тот же Центральный город Минск. Это было такое популярное место для молодежи в те годы. И мы просто каждый вечер собирались там с разных районов города Минска, общались. И как-то так случилось, что в том числе обсуждали политические вопросы. В том числе обсуждали, что, представляешь, Даник стал вегетарианцем. А почему ты стал вегетарианцем? И такие разные идеи, они просто передавались из уст в уста. Мы знакомились, мы общались. И тогда я узнала, что часть людей, которые точно так же рядом со мной проводят это время, около Центрального, они придерживаются уже каких-то определенных политических взглядов. Там были и люди, которые присоединялись к БНФ, там были анархисты. Там была феминистская повестка, там была антиглобалистская повестка на тот момент. И одна из первых идей, с которой я пришла в такое политическое движение, это экологические проблемы, которые на тот момент меня очень волновали. И тогда же, в 2001 году, я стала вегетарианкой. А с часом, как трансформировались твои политические погляды? Достаточно быстро меня вымыло из анархистского движения, ввиду как раз-таки моей фем-оптики. Ввиду того, как складывалась моя личная жизнь и те проблемы, которые беспокоили меня, по мере того, как я росла, это были вопросы, связанные с защитой прав женщин, с вопросами дискриминации. Я поняла, что наступил период, когда мне нужно пойти разбираться с этим вопросом и искать феминистское сообщество, женское сообщество, в котором я смогу это прорабатывать, в котором я смогу получать и давать поддержку. И я нашла общественное объединение Радислава. Ты памятаешь площадь 2006-2010 годов? Ты брала удел тады у протестах? Да, безусловно, я их помню очень хорошо, и я не принимала в них участие. Чему? Потому что я не голосовала. Моя позиция была всегда не участвовать в том, что происходит этот фарс. И когда были события 2006 года, я с подругами была в Гродно, была такая инициатива «Еда вместо бомб», «Foot not bombs». И я просто для себя решила, что пока происходит то, во что я не верю, лучше я буду готовить горячую еду людям, которым на улице холодно, голодно. И «Еда вместо бомб» — это тот проект, который делали анархисты в Беларуси. И он для меня очень олицетворяет вообще мой подход в жизни, когда я думаю про то, чем заняться, какой план действий выработать на ближайшее будущее или на всю оставшуюся жизнь. Я всегда выберу какие-то маленькие дела, которые принесут пользу конкретным людям. В 2010 году у меня был маленький ребенок, и я просто провела все эти дни постоянно в интернете, обновляла сайты, смотрела эти фотографии. И это, конечно, было очень страшно, очень больно. Очень много знакомых в тот период пострадали. Но я приняла для себя решение, что я останусь дочкой дома в безопасности. Она была на грудном скармливании, я была очень такой тревожной мамой на тот момент. И я не знаю, что бы со мной было, если бы меня тогда, например, задержали. Что тебе примусило выйти в 20-м? Честно говоря, я, как обычно, собиралась пропустить эту компанию, потому что я их видела много. Я помню компанию 1994 года, мне было 13 лет. Я ничего не понимала и не знала ни про Лукашенко, ни про других кандидатов. Белорусский язык я учила с 4-го класса, как иностранный. Я помню, как я сидела со словарем и переводила каждое слово, потому что мои бабушки и дедушки жили в городах. У меня никогда не было ситуации, чтобы я проводила лето в деревне, где слышала хотя бы какой-то диалект или тросянку. И для меня это все было очень далеко от моей реальной жизни подростка. Но почему-то в те дни, когда все узнали, что Лукашенко выиграл, мы сидели с моей подругой в уручье, у нас в лесу такой змей Горыныч, который потом стал змей Змогарычем в 20-м году. Мы сидели просто на нем, разговаривали, и нам было очень почему-то страшно. Потому что мы понимали, что произошло что-то плохое. Мы не знали, как в 13 лет это назвать какими словами. Может, что-то взрослое вокруг нас такое обсуждали. Но мы почему-то понимали, что произошло что-то страшное. В 20-м году я собиралась все это дело снова пропустить, но все изменилось в мае, когда я однажды утром открыла Фейсбук и увидела пост Баба Рика. И я что-то вообще не поняла в этот момент, что происходит. Ну, я... Мы 30 лет жили при этом режиме, и я видела, конечно же, что становится все сложнее, что становится все хуже. События, когда начался ковид, всех потрясли. Я как бы... Я все это понимаю. Но я оставалась в Беларуси. Я продолжала делать то, во что я верю. Я видела, сколько препятствий, сколько барьеров. Но много людей принимали решение оставаться в стране и бороться. Но тогда, в мае, я просто очень удивилась. Я закричала на всю квартиру. Не может быть. Как так? И что будет что-то интересное. И я в тот момент для себя приняла решение, что я в деле. Летом 2022 года тебе удалось сбегчать с хатной химией за межу. Можешь пригадать самое мощное уражение про тие утеки? Я веду, что это тяжко тебе далися. С перелазанием про сгороджи. Что ты памятаешь про той день, той ночь? Это было страшное утро. Я была рядом с тем местом, которое очень важно для меня. Я с ним попрощалась. Со мной была маленькая черная сумка, с которой я хожу до сих пор. Я положила туда паспорт, выкинула симку, положила телефон. Но это был не мой. Он был абсолютно новый. И никогда в жизни я им не пользовалась. Наушники, сигареты и свернутый в трубочку мой приговор. И я двинулась в сторону границы. У таких людей, как я, которые принимают такое решение, очень много стереотипов. Знаешь, все, кто нелегально пересекают границу, боятся, что в спину начнут стрелять. Я не знаю, кто пускает эти слухи и кто пускает такую информацию. Но даже если ты знаешь, что нет, такого не происходит на границе, Чем ближе ты подходишь, подъезжаешь, тем больше это ощущение, что если сейчас что-то произойдет, тебя просто застрелят. Я вот в тем дни думала, это вот в какой стране я жила, чтобы вот такие мысли стали просто неотъемлемой частью меня, когда никакая рационализация тебе не объясняет и не помогает с этим справиться. В Беларуси, на минуточку, это административное правонарушение. Это даже не преступление. Но страх, конечно, у нас колоссальный. Да, безусловно, я боялась, что ничего не получится, меня задержат. Но я хотела хотя бы просто попробовать себя спасти. Я пряталась целый день, и нужно было дождаться, чтобы стемнело. И вот тут я превратилась, как в этом мультике, в большого уха, когда ты просто от каждого скрипа, от каждой поломанной ветки, от каждого звука, где-то там далеко залаяла собака. И это просто такой страх животный. Ну, это что-то уже нечеловеческое. Наступила темнота, и я просто побежала. Это произошло очень быстро. Кажется, что это такой страшный опыт, но это произошло буквально, не знаю, считанные минуты. Я перелезла через забор, на нем была колючая проволока. Но она не колючая, она режущая. Проволока, которая на границе, на ней очень много тонких лезвий. Я очень порезалась. И когда я спрыгнула, ну, я немножко упала, откатилась, плюхнулась в этот ров с водой, сидела в луже и смотрела на Беларусь. Было очень темно, были звезды, я видела Большую Медведицу. Меня никто не обнаружил. Ни белорусские пограничники, ни литовские пограничники. Никто не заметил, что я это сделала. Я могла сидеть там хоть всю ночь. Я сидела, смотрела на деревья, слушала этот ветер. И думала о том, что... Оля, тебя никто не заметил. Давай назад. Я рыдала, прощалась с домом. Понимала, что... А вдруг так может произойти? Я очень большая оптимистка. Но я думала о том, а вдруг так может произойти, что ты больше никогда сюда не вернешься. Может, давай. Ну, как ты объяснишь инспектору, почему у тебя неделю не было в Минске? Ну, дадут сутки или там сделают отметку. Но это был очень серьезный торг с самой собой. Не было чувства, что все, я в безопасности, как классно, свобода. Не было ни одной положительной эмоции в ту ночь для меня. Я просто рыдалась, сидела и думала, что делать. Вернуться, не вернуться. Но в какой-то момент я вспомнила, что моя дочка уже тут, и я должна до нее добраться. И я пошла сдаваться. Я два часа искала кого-нибудь, кто вызовет на меня полицию. Люди боялись меня и говорили, что у них разрядились телефоны, и они ничем мне не могут помочь. Два часа меня никто не мог задержать. А я ходила вдоль границы и пыталась сдаться, махала в камеры. Вот. И все. И меня снова задержали. И было новое уголовное дело. И была новая камера на пограничной заставе. И это было ни разу нелегко. Всем кажется, ну это же ЕС, это же Литва, это демократия. Но на самом деле первое, что я услышала, это когда погранцы между собой обсуждали, может, ее перекинем обратно, нам своих нахлебников хватает тут в Литве. Меня предупредили, мне говорили, что такое может быть. И я не очень сильно испугалась. Я понимала, что они просто хотят мне показать свое отношение ко мне. Но это все, безусловно, было нелегко. И камера такая же, как на Крестина, только на Крестина дырка в полу, а тут унитаз. И дверь не закрывают. Ты можешь выходить, но я прямо как те, кто там, крабы или кто, или мыши в этих экспериментах. Меня разместили в камере, из которой можно выходить, но я из нее не выходила. Потому что вокруг было очень много людей, у них было оружие. Это погранзастава, это военные. И я просто, когда увидела это все, я поняла, что я никуда не выйду из этой камеры. И ждала, пока меня отпустят. Как часто ты вертаешься до Агороджу? Теперь я живу чуть дальше от забора государственной границы. И у меня сейчас нет машины. И меня заблокировал каршеринг, потому что истекли полгода моих белорусских прав. И надо менять на европейские. Но каждый раз, когда есть такая возможность, я туда езжу. Иногда на подольше, чтобы просто осознать, что это одно и то же небо, это один и тот же лес, просто через который идет сбор. И что вот это дом. И что туда может кто-нибудь приехать, я могу кого-нибудь увидеть, например. Или что это территория, на которую распространяется. Законный министерств труда и соцзащиты. Что вот в этой деревне, если живут какие-то пенсионеры, скорее всего на почте получают пенсию белорусскую. Я рисую себе очень разные картинки. Всегда смотрю в гугл-картах, сколько до моего дома. Или сколько до того места, где я посадила больше ста деревьев. И есть такие места вдоль госграницы, где до этого места ближе, чем, например, до Вильнюса. И мне становится как-то спокойнее. какое-то умиротворение. Я понимаю, что я не могу туда войти. Там иногда есть дверь. Если так идти вдоль границы, можно увидеть, что раз в какое-то количество времени дверь. И я иногда задаюсь вопросом, а у кого ключ? И у меня ощущение, что это какая-то пружина натягивается. Чем дальше я отхожу, отъезжаю от этих физических границ, тем больше растет это напряжение. Мне просто очень приятно там быть. Ты первая у кабинета Тихановской и, можно сказать, у Беларуси министерка «Открытая лесбиянка». Это створяет тебе некие проблемы у прации. Накольки наше громадство реально толерантное? Наверное, это доставляет такое же неудобство, как то, что у меня серо-зеленые глаза или то, что я правша. Я думаю, безусловно, все-таки наше гомофобное общество, которое таковым, к сожалению, на данный момент является, это есть определенные барьеры, препятствия и в том, как воспринимают меня, мою кандидатуру на этой позиции некоторые люди. Но в целом нет. Это нигде не влияет на мою работу, кроме тех подходов, которые я использую в своей работе, связанные с инклюзией, потому что мой бэкграунд личный, профессиональный как раз говорит о том, что задача государства и вообще действенной политике учитывать интересы всех групп населения. И да, в разные моменты моей жизни, разные мои идентичности влияют на те возможности, которыми я могу пользоваться в этом обществе. Я знаю, что пропагандистские каналы проходятся по этой теме. Конечно же, больше, наверное, нечего особо им использовать против меня. Но однажды мне прислали скрин из такого телеграм-канала провластного, где человек, который его ведет, обозвал меня ЛГБЧБ-министркой. И, честно говоря, мы с командой подумали, вау, это креативно. Какие ты заразумели про себя, что ты лезбиянка? Моя история скорее про пример такой внутренней гомофобии, потому что долгое время мне казалось, что меня этот вопрос не беспокоит, потому что я понимала, что для меня нету разницы, с кем выстраивать отношения. Мне интересен человек, и если мы совпадаем по духу, по ценностям и так далее, мне не важен ни пол, ни идентичность. И долгое время я воспринимала себя как бисексуального человека. Но время шло, я как бы обрастала жизненным опытом и понимала, что у меня есть в моем представлении о себе ряд факторов, которые не сходятся. То есть я понимала, что либо я какая-то неправильная, поломанная, либо что-то происходит, чего я не осознаю. И мне надо было много смелости, чтобы признаться себе, что я все-таки ошиблась. И для меня есть определенные критерии, есть возможные, допустимые для меня ситуации, а есть очень важные принципиальные обстоятельства. И это был нелегкий период и для меня лично, и в тот момент, когда я как бы совершила камин-аут перед моей дочерью и перед моей мамой. И это был тяжелый период для всех нас. Как олег это было? Это было уже почти 10 лет назад. Мне было 33, когда это все во мне начало как бы сдвигаться. Но как бы я для себя вспоминаю то время, как время, когда я стала честна с самой собой. Ну, то есть в тот момент, когда я честно с самой собой поговорила и сказала, что нет, ошибалась, все именно так. И вот в тот момент я почувствовала облегчение. Мне стало понятно, что я нормальная, а не так, как я думала о себе раньше. И мне стало проще выстраивать коммуникацию с людьми. Как они восприняли гэта? Как пришла гэта размова? Это были сложные разговоры, которые повлияли на наши отношения в дальнейшем. И если с дочкой повезло, в плане она молодое поколение, человек, который получает контент в ТикТоке, в Инстаграме и так далее, и у нее гораздо более широкий кругозор, и у нее нету таких жестких рамок с вариантами нормы. И проблема просто наложилась на то, что ее семья разрушилась, мы с моим бывшим мужем развелись, и все переживания были связаны скорее с этой частью, то аутинг, камин-аут перед семьей, он был такой более травматичный для меня. Мы долгое время с мамой не разговаривали. Ты памятаешь свои первые отношения с женщиной? Каким взрослым просто это отбылось для тебя? Какое-то важным было? Да, конечно, я помню, у меня не так много партнеров и партнерок было в течение жизни, и я прекрасно помню все отношения, и никогда вообще отношения с людьми для меня не были легким делом. Я тогда еще училась в универе. Это было странно, потому что все вокруг тебя говорит о том, что должно быть иначе. Все фильмы, сериалы, постеры. Алинизарас, сказки. На Netflix теперь все иначе. Да, людям сейчас проще. Тогда это были абсолютные постоянные баталии с самой собой, что вообще происходит, и почему ты чувствуешь это, а не это. И, конечно же, очень много страха, потому что есть ощущение, что тебе не с кем этим поделиться, и ты думаешь, что происходит что-то неправильное. Я считаю, что у меня этот период, он растянулся на годы, но не остался такой травмой. Гораздо сложнее, когда человек это переживает в одиночестве. А какая правильная повинна быть реакция батьков, когда дети, например, приходят и делают камин-аут? Я бы сказала спасибо, что поделилась. Я всегда на твоей стороне. Як ты думаешь, ци корыстный Беларуский союз женщин, яким керуя пропагандистка, директорка пропагандистка гателеканала «Мир» Вольха Шпилевская зараз у Беларуси? Ой, дело в том, что я в теме защиты прав женщин очень много лет, и я прекрасно знаю, что такое было БСЖ в 1998 году. В 1998 году эта организация открыла первый кризисный центр для женщин в Беларуси. Он находился в Минске, и это был уникальный сервис горячей линии с консультантами, женщинами, которые поддерживали пострадавших от насилия. И в этом центре даже стояло гинекологическое кресло для независимого обследования изнасилованных белорусок. И мне очень жаль, и мне реально очень много досады, что такая сильная организация с таким хорошим представительством по всей стране превратилась в эту обслуживающую организацию, которая работает теперь только в интересах авторитарного режима, которая проводит программы, которые ни разу не укрепляют женщин, их возможности, не открывает им какие-то будущие перспективы. Организация, которая обслуживает этот постоянный, нудный, древний, средневековый стереотип о том, что удел женщины это сидеть дома, обслуживать мужа и рожать, расстраивает, что огромное количество таких профессионалок, не будем оценивать их роль политическую в том, что происходило в стране эти 30 лет. Но каждая из них, это был очень разный уровень. Это были главврачи, это были сотрудницы банков, это были депутатки, это были дипломатки. Ну, то есть это были чиновницы, дипломатки, госслужащие высокого уровня. И они-то прекрасно понимали, с чем они сталкиваются на местах. Они понимали и понимают, я уверена, до сих пор, что такое женщине иметь амбиции, что такое хотеть хорошего качественного образования и так далее. И на данный момент работа эта организация, ее сложно назвать работой, это обслуживание потребностей режима, но с когда-то очень хорошим потенциалом. Кто для тебя узор политика, женщины, когда глядеть на весь свет? Можно назвать не только сегодня, а и исторично. У меня было 13, и я открыла какой-то журнал детский. Раньше много таких периодических изданий выходило в Беларуси. И прочитала про Рогнеду. И меня просто поразила эта история. Я вот как-то своим подростковым мозгом пыталась вообще представить те времена такого ужаса, когда у тебя на глазах могут убить твоих родителей, когда тебя могут изнасиловать, при этом взять насильно в брак. При этом ты публичная, ты, ну, по сути, ты как бы политик, там просто по-другому это все работало. В какой-то момент ты принимаешь решение, что нет, ты не прощаешь такого, и ты хочешь наказать обидчика, и твой сын заступается. И вот эта вот вся история, она меня просто потрясла. Хотя в целом, конечно, отношение у меня к политическим фигурам достаточно критичное и скептическое. Мне сложно, наверное, с моим вот этим анархистским бэкграундом сказать, что есть какие-то примеры. Я по-человечески очень восхищена тем, какие трансформации произошли со Светланой Тихановской. Ни она, ни ее супруг, которые находятся сейчас в заключении, не были моими кандидатами в 2020 году, до того момента, когда объединились все в штабе. Но то, что я вижу, и то, как это происходит сейчас, для меня это удивительная история тем, что она происходит из личной истории. Мне сложно идентифицироваться и восхищаться людьми, у которых есть политические амбиции, знаешь, у которых есть такой серьезный бэкграунд, они такие акулы, они борются. Это важно, особенно если у них хорошая повестка и они двигают хорошие, правильные, инклюзивные вещи. Но в целом, конечно, моя мама мне всю жизнь говорила, Оля, политика – это грязное дело. И я абсолютно с ней вообще внутренне всегда соглашалась. Но, наверное, если говорить про эти примеры, то только эти два. Экалиптус устрелился с Натальей Качановой, с Амнацем. Что бы ты у нее запытался? Я бы спросила, о чем мы можем разговаривать, потому что единственное, что меня интересует, это освобождение политзаключенных. Я бы спросила ее совета, хотела бы послушать ее видение. Наверное, так. Как ты думаешь, Ирина Абельская, она еще будет иметь некое значение в будущем истории Беларуси? Я не знаю. Не строю таких прогнозов, в которых у меня очень мало информации. Я периодически вспоминаю про эту женщину и пытаюсь искать информацию о том, что происходит с ней сейчас. Но как было мало информации, так сейчас это продолжается. И тогда сложно что-то прогнозировать. Я не знаю вообще этого человека. Я не знаю ее отношения к происходящему в ее личной жизни, с ее ребенком или с тем, что происходит в Беларуси сейчас. Я не знаю, союзница она нам или абсолютная оппонентка. Я не знаю, какие у нее ценности по жизни. И я не думаю, что Беларусь сейчас в такой точке, где влияние каких бы то ни было женщин знаковых для представителей режима вообще будут играть какую-то роль. Я не думаю, что на решение человека, который захватил власть в стране, что-то может сейчас повлиять, кроме него самого, кроме его представления о том, что происходит, кроме его представления о том достаточно мрачном будущем, которое ждет Беларусь. Лукашенко сексист? Да, конечно. Как это проявляется? Во-первых, тут можно просто посмотреть на его высказывание. Вот этот его снисходительный тон и вот это такое человеческое понимание того, что у женщин не так много способностей, не так много сил и так далее. Оно, конечно же, говорит о том, что он представитель такой, ну, абсолютно вот этой старой языкалки с абсолютно патриархальными взглядами. Но и важно то, что он делает. Ну, то есть, да, мы знаем, что Беларусь в мировых рейтингах выглядит страной с таким достаточно успешным гендерным равенством, потому что у нас достаточно много женщин-депутатов и представителей в разных инстанциях. Но на деле, в реальной политике, в реальной государственной политике мы видим, что происходит. кто у нас на верхах, кто принимает решения, сколько у нас министров. То есть, как бы, помимо даже того, что он публично в своих словах говорит, мы видим, что он делает на политическом уровне, мы видим, что он делает на личном уровне. У нас не так много информации о его личной жизни, но мы же видим, где находятся его жены. Не знаю, не слежу за этой историей, кто там бывшая жена или гражданская жена, но мы видим, что это не субъекты отношений, каких бы то ни было для Лукашенко, личных, профессиональных, политических. Это объекты, это использование, неважно, это рождение ребенка, это какая-то репутация, репутация или все остальные вот эти обвинения, связанные с молодыми девушками, которые встречаются в его окружении в разные периоды. Это все говорит о том, что Лукашенко использует женщин, не наделяя их вообще никаким правом голоса и не давая никакой возможности проявляться и быть субъектами этой коммуникации. А сироты дешевого позиции есть сексисты? Да, конечно, очень много. Я бы скорее сейчас подумала, кто не сексист. Вот. Честно говоря, иногда мне кажется даже, что я сексистка. Ну, то есть тут важно понимать, что сексизм, он же такой тоже трансформируется. И если раньше это вот было такое топорное, домостроевское, там, баба не водитель, курица не птица, то сейчас же все-таки третье тысячелетие, нарративы меняются. Сейчас же можно услышать, что, ой, конечно, феминизм, женщины, вау, но. Да, то есть сейчас очень много таких деталей, перетягивания одеяла, а вот все-таки женщины тоже бьют мужчин и так далее. Поэтому я думаю, что в этом обществе, где начинают размываться размываться понятия нормы, понятия вот этих границ, правил, нам достаточно сложно ориентироваться. Мы не всегда знаем, как поступить правильно, как назвать правильно какие-то вещи своими именами. Поэтому тут нужно быть бдительными. В любой момент наше слово может кого-то зацепить, ранить. В любой момент мы можем сами дискриминировать кого-то, хотя мы понимаем, что такое дискриминация, мы понимаем, что такое насилие, но все очень трансформируется теперь. И я уверена, что есть чуть более чувствительные люди, и они занимаются этой рефлексией. Я видела таких представителей в демократических силах, которые, по крайней мере, слушают, а не орут, что так как они думают это правильно. Но в целом, конечно, с большего, наверное, надо сказать, что демсилы пока ближе к сексизму и такому традиционному видению всех этих вопросов, нежели к такому более прогрессивному, инклюзивному. Кто уголовный сексист в офисе и кабинете? Про офис ничего не скажу. Кабинет и коллег, с которыми я работаю, надо, конечно, подумать, потому что в работе это не проявляется. У нас у каждого и у каждой свой мандат. И у меня, например, нету страха, чтобы на заседаниях кабинета высказывать свое мнение или быть несогласными. И мне кажется, даже были такие ситуации, когда одна я была несогласна с чем-то. И у меня нету этого ощущения в рабочем плане. Каких-то более близких, дружеских отношений я с коллегами не поддерживаю. И, честно говоря, у меня не так много времени, чтобы отслеживать их публичное высказывание. Поэтому допускаю, что они аккуратны, потому что они теперь демократические политики. И я очень рада. Мы говорили об этом долго в Беларуси, что есть только два варианта. Либо общество созревает какой-то хорошей прогрессивной мысли и лоббирует изменения законодательства, либо наоборот. Политическая воля, принимается специализированный закон, например, запрещена дискриминация. И тогда, хоть общество не до конца готово или вообще не готово, но оно вынуждено играть по новым законодательным правилам. И вот это, скорее всего, лучшая история для Беларуси, потому что, если мы будем ждать, пока все отрефлексируют, прозреют, осознают, как они дискриминируют друг друга, мы будем ждать еще 50, 100, 150 лет и, может, не дождемся. Я думаю, что классно, что в демократических силах сейчас часто задаются этим вопросом, а как это с правами человека? Это дискриминация или нет? А на Западе как? И мне кажется, нам нужно и важно останавливаться и озираться и ставить под сомнение. Ну, то есть, вот это критическое мышление, оно должно нам сейчас помочь в первую очередь принять те самые ненавистные европейские ценности, которых так опасается авторитарный режим, потому что, ну, это обязательное условие, иначе мы придем, ну, примерно к такой же диктатуре, только в которой будут красивые и правильные слова. Но изменения должны наступить вот с самого низа, с твоего собственного поведения каждый день твоей жизни. Сябры, я буду вельми удячна, если вы поставите нам лайк, потому что так больше беларусов смогут увидеть наш контент. Дякую, что вы с нами и дякую, что допомогаете. Ты казала, что тебе ведома минимум про 34 кейсы даты терминового вызволения политвязни. Можешь подлумачить, рассказать хоть что-то, что это за кейсы, что вызначает, что человек выйдет на свободу, чому одных Лукашенко выпускает, а інших нет? Тут скорее такая обобщенная информация, например, той работе круглого стола демократических сил, или как он называется, который представлял Воскресенский. Также мы знаем прекрасно те уголовные дела, которые были заведены в рамках экономических уголовных дел, где была возможность применения 88-й прим статьи Уголовного кодекса, где предусматривается возможность несколькократного возмещения экономического вреда государству, и мы знаем, что таким образом ряд политзаключенных также выходили на свободу. У нас есть информация от правозащитников, и мы видим, что распространяют пропагандистские СМИ и их телеграм-каналы, когда кого-то отпускают по амнистии, либо заменяют режим, или кто-то вышел по помилованию, или кто-то вышел в результате каких-то переговоров, о которых мало информации публично, но очевидно, что они происходят. И каким-то образом так выходили у нас люди, которые имели гражданство других стран, и мы можем допустить эту мысль, что, скорее всего, переговоры шли на уровне дип-представительств. Как Наталья Хершина, прикладывается? Например, Наталья, да. И мы знаем, что, например, точно так же внезапно была освобождена София Сапега. И это говорит о том, что, несмотря на то, что режим заинтересован максимально нагнетать ситуацию, найти всех и каждого, отомстить всем несогласным и запугать весь белорусский народ, мы видим, что есть определенные такие треки, по которым происходят переговоры. Мы видим, что публично сообщает, например, Республика Польша и другие страны, которые готовы выступить третьими незаинтересованными странами-посредниками в таких переговорах. И мы понимаем, что такая работа ведется, ведется регулярно, и не только мы, но и международные партнеры все эти годы предпринимают попытки найти вот эти триггерные места, ресурсные места, в части которой можно будет говорить об освобождении одного, двух, нескольких политзаключенных. Меня, в свою очередь, безусловно, очень беспокоит поиск системного решения этого вопроса хотя бы на уровне гуманитарного списка. У меня есть один из таких гучных кейсов, это то, что за кратами находится 75-летняя Наталья Таран, которая за пару классов одноклассников сидит и отбывает такие дикие термины абсолютно. Как ты думаешь, почему Лукашенко воюет с женщинами, причем таким взрослым, за такую дробь? Под преследование попали все. Попали люди разных возрастов, разных профессий. Медики, адвокаты, рабочие из заводов, учителя, научные работники, музыканты, писатели, художники, студенты, дети, несовершеннолетние люди, пенсионеры и пенсионерки. Это просто масштабный, репрессивный ответ на масштабное несогласие и смелость, которую мы все проявили в 2020 году. Я думаю, что мы по-всякому можем сейчас вспоминать, интерпретировать, анализировать события 12 августа 2020 года и дальнейшие события, связанные с выходом женщин на улицы. И я, честно говоря, я как раз таки там не могла найти себе места. У меня не было платья, у меня не было желания покупать цветы, улыбаться. или даже в солидарность с Марией Колесниковой красить губы красной помадой. Я была там в джинсах, в черной байке. Некоторые люди говорили, что я должна покинуть этот протест, потому что не соответствую ему. Но это то, что позволило лично мне вернуться на улицу и продолжать заявлять о том, что такое насилие недопустимо, и я не буду молчать, когда в стране такое происходит. И мне кажется, что за это режим тоже мстит, потому что он много чего недооценил в 2020 году. Ни одну известную многим женщину, которую они выдворили из страны, ни тех женщин, которые выходили на улицу в белом с цветами, ни тех женщин, которые продолжают писать комментарии десятками просто. и это просто такой глобальный ответ послания всему обществу. Но я не знаю, стоит ли тут говорить в принципе про достаточно такую сексистскую, патриархальную, патриархатную риторику и вообще вот этот фундамент весь государственный. Мы же прекрасно слышим, что говорит Лукашенко, что говорят его вот эти все марионетки, в том числе женщины. Как ты думаешь, кто и что может примусить Лукашенко отпустить политвязью? Массово, не по одним. Я думаю, что наша большая ошибка в использовании слова примусить. Когда мы говорим про переговоры, начинается очень много спекуляций на эту тему, подмены понятий. Очень часто, когда мы говорим про переговоры, люди, которые выступают оппонентами такой стратегии, начинают использовать слова торг, сразу смещая фокус в этом разговоре, придавая вот эту негативную коннотацию, что как будто бы речь идет о торговле людьми. Это вообще-то международное преступление. Когда мы говорим про переговоры, важно понимать, что ни одни переговоры не завершатся успехом, если кто-то кого-то будет к чему-то принуждать, заставлять. в любых переговорах есть попытка договориться. Это движение навстречу, это поиск каких-то условий, каких-то предложений, и я не знаю, можно ли рассчитывать на успех переговоров, если мы не говорим про ситуацию вин-вин, когда и у той, и у той стороны должно быть что-то привлекательное для этой страны. И тут, мне кажется, мы упираемся в такой ценностный барьер, потому что если мы сводим всю нашу работу, связанную по освобождению политзаключенных, к вопросу вынуждения режима каким бы то ни было образом отпустить людей, то тут мы проиграли. Вот уже четвертый год. Там тысячи людей, почти тысячи четыреста человек уже вышли, отбыв наказание, либо не отбыв его, например, как я. И эта цифра, она просто будет расти. Мы прекрасно видим, что ежедневно задерживается от 20 до 30 человек. Мы вышли на конкретное стабильное плато масштабнейших репрессий. Эти задержания продолжаются каждый день. Часть из них дают сутки и выдворяют по сути страны, напугав огромный процент людей садится по уголовным статьям. И вот этот вот поток, такой конвейер идет. Если мы говорим про то, что переговоры это премусить, то у нас нету никаких шансов. Говоря про переговоры по транзиту власти, это совсем другой вопрос. Это очень серьезный вопрос. У меня тогда и питание. Может быть варта Светлане Тихановской начать ездить и заявлять публично про то, что давайте сдымать санкции с режима Лукашенко для того, чтобы мотивировать его отпускать людей. Это абсолютно иншая повестка, иншая риторика. не может быть я на эффективной и санкции. И я тоже думаю, что это манипуляция и спекуляция в этом вопросе, потому что как будто бы как только мы говорим про переговоры, мы сразу говорим, а, ну, эти за отмену санкций. Ну, например, я не за отмену санкций. Вот прямо сейчас, если мне скажут за отмену санкций ты или не за отмену, я использую формулировку я за гуманитарный обмен. Я не думаю, что это выход, но я думаю, что мы находимся четвертый год уже в такой точке, где нам нужно переосмыслить все, что мы делали и, возможно, принять ответственность за то, что мы не всегда двигались в нужном направлении. Сейчас приведу пример. Я несколько дней назад встретилась с человеком, который сказал такую фразу. «А зачем вообще стране послы в тех странах, с которыми они дружат? Все же хорошо. У нас доброжелательные отношения, идет там экономические отношения, хорошая торговля. Поздравляем друг друга с разными национальными праздниками, получаем поздравления в ответ. Зачем нам там послы? Нам нужны послы там, где есть огромные проблемы, граждане нашей страны, например, находятся в тюрьмах, где проблематичные недемократичные режимы, где сложности с торговлей, где постоянные вот эти препятствия и политические, экономические, и дипломатические. Я сидела, слушала это все и думала, что интересный подход. Ну, то есть такой очень здравомыслящий такое что-то от бизнеса, явно не на мое мышление, которое формировалось 20 лет в третьем секторе, да. У меня очень такой гуманитарный склад ума. Я считаю, что наше главное приоритетное направление должно быть помощь политзаключенным во всех аспектах этого вопроса. Это и поиск пути освобождения, это поддержка их семей, реабилитация высшим все аспекты. Это наш приоритет. Все остальное, как только мы будем убеждены, что люди не продолжают дальше умирать, пока зависит чье-то здоровье и жизнь от того, что ты собираешься предпринимать, мне нужно, ну, мне кажется, что нужно понимать, что нужно разговаривать до последнего, вести переговоры до последнего, пока есть кого и за что бороться. Я еще про послову хочу сказать, что с одного боку так, с другого боку, когда посол приезжает в Беларуси, он должен наручить доверие грамоты Лукашенко признать легитимность его влады, что мы утекаемся в моральный конфликт. Чтобы иметь мягчимость разговаривать с режимом, нужно признать его легитимность и его владу внутри Беларуси, у тем лико на всех формальных умовных узровнях, которые важны в службе амбасадеру. Я размышляю. Я так само. Я просто в працах. когда я думаю про этот пример, у меня сразу такой вопрос к тебе. А кто вообще нас-то нам сказал, что вручение верительной грамоты это признание легитимности? Кто нам дал эту мысль? Кто нам вообще сказал, что посол, который приезжает в страну, остается в Минске и ходит на эти встречи, равно посольство, которое сотрудничает с представителями режима? Откуда у нас эта мысль? Если мы говорим про то, что нам нужна помощь, чтобы кто-то выступил этим гарантированным посредником между нами, кого режим не видит субъектом и не собирается вести с нами переговоры, но мы говорим о том, что мы очень заинтересованы в том, чтобы полизаключенные выходили, и если какая-то из стран готова нам в этом помочь, мы будем это приветствовать, то как этой стране, это я размышляю опять же, как этой стране это делать, например, не находясь в Минске? И я вот хожу и последнее время, все время думаю над этими вопросами. Политическая изоляция, это отлично, но политическая изоляция, дает ли она возможность вообще тогда говорить о переговорах? я не уверена. И политическая изоляция режима это долгая стабильная стратегия демократических сил Беларуси, но что мы видим, какую тенденцию в этом году с точки зрения ухудшения положения политзаключенных в местах несвободы, мы впервые в этом году используем такой термин как инкоммуникады, и у меня вопрос, как ты думаешь, а может ли это быть связано между собой? Политическая изоляция режима и абсолютное усиление изоляции 200-250 дней и больше мы ничего не знаем про Максима Знака, Марию Колесникову, Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, их настолько изолировали, что я называю это насильственным исчезновением, есть такой термин в международном праве, потому что ни адвокатом, ни родным этих людей неизвестно, ни местонахождение этих людей, ни их состояние здоровья, нет никакой информации, нужна ли им помощь и в чем, в этой ситуации политзаключенные оказываются в еще большем риске, потому что они исчезли, они не могут поделиться, они не могут запросить какую-то помощь, честно говоря, мы даже не знаем, живы ли они, и я все еще продолжаю размышлять с тобой вслух об этом, я не говорю о том, что у меня есть принятые внутренние решения или политические решения, но не связано ли это, и какое пространство для маневров у нас остается в ситуации, когда мы требуем от наших международных партнеров не поддерживать никаких контактов с режимом Лукашенко. Это тогда послание, противоречащее друг другу. Я как бы говорю о том, что мы должны искать пути освобождения политзаключенных, и нам нужна помощь в таких переговорах, нам нужен гуманитарный обмен, нам нужна помощь освободить людей, которым экстренно нужна трансплантация органов, операции. Мы были с вами свидетелями ужасного суда, который прошел на прошлой неделе, где одному из музыкантов Торбенда, который даже встать не мог, чтобы выслушать свой приговор, у которого онкология, некроз тазобедренных суставов, ему дают 8 лет строгого режима. И мы говорим, нам нужно спасать людей, потому что они теряют здоровье. Наталья Таран это очень красноречивый пример о Миколая Климович, который умер 6 мая этого года. Комментарий в Одноклассниках. На суде человек заявил, я не выживу, я не переживу, я только что перенес операцию на сердце, мне нужен присмотр кардиолога, мне нужны серьезные медикаменты. Уважаемый суд, прокурор, пожалуйста, только не колония, я не выживу. И как быстро погибает Миколай Климович, находясь в колонии, даже двух месяцев не прошло. И в этот момент мы понимаем, что гуманитарный обмен это не вот эта манипуляция. Ну, конечно, сейчас десятки людей освободят, сотни новых похватают. Нам нужно бороться за каждого, кого можно спасти, потому что некоторые люди там находятся в критическом состоянии. Но говоря про гуманитарный список важно понимать, что это условно для всех политзаключенных, которые находятся в местах несвободы, в тех условиях, которые там есть, постоянно происходят изменения с их здоровьем, с их ментальным состоянием. И это разделение условное. Нам нужно бороться, пока все не будут вольные. А Ватикан, Нонце Йозич, кардиналы Гуджироти не могут быть некими посередниками в этом процессе? Я могу опираться только на ту информацию, которая была в публичном доступе. И мы прекрасно знаем, что Гуджироти приезжал в Минск, в Беларусь летом этого года. Произошло ли какое-нибудь изменение? Прямых доказательств, свидетельств того, что произошел какой-то контакт, как это было ранее, когда мы могли видеть фотографии, например, Гуджироти с Лукашенко, или вышли какие-то политзаключенные. Мы этого не видим. И тогда я могу предполагать, что у нас большие надежды возложены на некоторых наших международных партнеров. Но для меня это сигнал к тому, что ни мы, ни наши международные партнеры не нащупали еще ту ситуацию win-win, на которой можно начать разговаривать. На самом деле все гипотетическое. Мы очень много, повторюсь, манипулируем, сводим это все к торгу людьми, к отмене санкций, вручении верительных грамот и так далее. Но по сути знаем ли мы ответ на вопрос, что они хотят? Чего они хотят за освобождение политзаключенных? Республика Польша часто поднимает этот вопрос о том, что они борются и за Анжиа Пачобута, и за других политзаключенных, и они ведут переговоры с Минском. Но мы видим, что Пачобут до сих пор пока сидит, и мы видим, как эти отношения были долгое время напряжены, и только вот сейчас в последние несколько недель режим посылает сигналы в лице МИДа о том, что надо как-то выстраивать заново наши напряженные отношения, и мы тоже безусловно за этим наблюдаем и собираем информацию, но нету этого быстрого решения. Но в целом, мне кажется, мы еще очень далеки от понимания стратегии того, что нам нужно предпринимать, проанализировав тот опыт, который у нас уже есть, трехлетний, и вообще делать уроки над ошибками. Ведь я уверена сто процентов, что мы их совершали вот эти три года, но как будто бы новых путей не ищем. Мы стали на эти рельсы, катимся, у нас есть определенное видение, определенные инструменты, санкции, это инструмент давления, я тоже так считаю, санкции, это инструмент давления, мы ни в коем случае не должны допустить ситуации, когда санкции будут отменяться ввиду разных экономических интересов других стран просто так, не учитывая масштаб репрессий, не прекращающийся в Беларуси, не учитывая политзаключенных, которые сидят в тюрьмах, мы не должны допустить этой ситуации, поэтому такая очень проактивная местами, такая радикальная политическая оппозиция, она важна, но мне кажется, очень большая ошибка наша была, я часто об этом говорила раньше, что вопрос политзаключенных стал частью политической повестки по смене режима, и и вот это наша недоработка, наша ошибка в прошлом и недоработка сейчас, потому что это понимание уже есть, мы должны выделять вопрос политзаключенных и освобождение политзаключенных в какой-то отдельный трек, мы не можем использовать наличие политзаключенных как часть, как этап, как условие для свержения режима, это это очень взаимосвязано, потому что именно авторитарный режим привел к тому, что произошли такие репрессии и столько политзаключенных, но решение вопроса политзаключенных не должно быть завязано на смене власти, на транзите власти, оно как будто бы стало этим неотъемлемым пунктом и все остальное теперь не принимается во внимание, не принимаются ни гуманитарные основания, ни экстренность, ни переговоры, то есть все, на что мы могли бы рассчитывать, если бы вопрос политзаключенных сформулирован был в свою отдельную повестку со своей отдельной стратегией, ничего это невозможно, пока политзаключенные являются этим инструментом в общей борьбе. Я разумею эту логику, я разумею эту думку, я разумею так само крытыку сбоку, потому что здаяцца сбоку людям, які примали в делу протеста, які уже потерпели, например, вышли на свободу, это не быта изменовать стратегия абсолютно кардинальна, не быта признать, что мы проиграли, мы признаем, что один, чого мы сможем домахчись, это вызволение политвязнью, и все. Мы не изменим режим, мы повинны признать, что и он застанется, и он єсть. Я прекрасно понимаю, как тяжело принять реальность, но когда я думаю про уже такое мое политическое участие, и мои политические действия, связанные с вопросами политзаключенных, я не могу допустить, чтобы мы простраивали свой план действий, исходя из надежды. У меня надежды куча. Я к забору езжу каждую неделю в ожидании, что вот-вот, и у меня будет возможность вернуться домой. Но думая стратегически, я думаю из самого худшего сценария. в моих мыслях, в том сценарии, от которого отталкиваюсь я, Мария Колесникова выходит в 2031 году. Галина Дербыш сидит 20 лет за якобы акт терроризма, который она не совершала, а ей сейчас 61. В моей отправной точке рабочей это то, что политзаключенные отсидят свои сроки, кто выживет, кому хватит здоровья это пережить, кто не потеряет надежду и не попытается покончить с собой. Мы же видим сколько уже таких кейсов. Вчера только мы узнали про новый кейс бывшего политзаключенного, который покончил с собой в Варшаве в СИЗО. Я рада, что есть люди, у которых внутренний несломленный дух есть, он присутствует. Я знаю, что это не только люди в изгнании, я знаю, что есть люди в заключении, у которых есть эта сила духа и которые сопротивляются системе, даже находясь в тюрьмах. Я просто говорю про то, что моя роль, я так вижу свою роль, если уже в моем мандате размещен вопрос, связанный с политзаключенными и поисками путей освобождения их, я не могу позволить себе мечтать, я не могу думать про то, что вот-вот санкции заработают, потому что мы видим, что это так не работает. Последний пакет санкций Евросоюза белорусские демократические силы ждали почти год. Косметические санкции. Посмотрите расследование Белорусского Расследовательского Центра. Мы видим, что Европа продолжает на миллиарды торговать с Беларусью, как предприятия, которые попали под санкции, обходят их уже просто профессионально. Им уже даже гнать товар не нужно в другие страны, они просто меняют наклейки. И я хотела бы, чтобы мы, думая про политзаключенных, опирались на реальность, а не на наши мечты и на наши надежды. Я верю, что я вернусь домой. И я не буду говорить, насколько я оптимистична, потому что мои близкие смеются, но я верю, что вообще это все аккумулируется, это все на всех уровнях, оно не сможет откатиться назад и размотаться этот клубок. Мы добьемся того, что мы вернемся в страну, и Беларусь ждут эти изменения, и Беларусь ждет демократия, и преступники понесут наказание, те, кто реально совершали насилие, пытки и так далее. Но планируя нашу работу, мы должны исходить из самого худшего сценария, потому что что мы потом скажем людям? Что мы скажем людям в 31-м году, в 35-м году, в 40-м году? Очень много вышедших политзаключенных припоминают эту фразу демократическим силам и всему белорусскому обществу, потому что в 20-м году очень часто люди говорили про то, что они не отсидят свои сроки, мы их освободим. И во что это превратилось? Те рекомендую, что за раз писать прошение о помиловании политвязни? Кто рассматривает для себя такой вариант борьбы за свое здоровье, за свою жизнь, обязательно. Мы прекрасно знаем, так как я очень часто встречаюсь с людьми, которые были в заключении, собираю информацию о том, что происходило, кто что слышал. у меня есть очень много информации по помилованию. Это крайне унизительная процедура. И я знаю, что в ряде колоний просто десятки, сотни людей получили отказы, официальные отказы. То есть ты унижаешься, ты как бы используешь эту последнюю возможность, чтобы хоть как-то сократить свой срок, иметь возможность не потерять здоровье, вернуться к детям, вернуться к престарелым родителям. Но ты получаешь достаточно быстро, кстати, в течение месяца, нескольких месяцев. Официальный отказ, что нет, ваш случай не подходит. Но если такие люди есть и есть близкие, которые готовы помогать своим родным заключениям и писать на помилование, я считаю, что мы ни в коем случае, особенно находясь в изгнании, не можем диктовать, как людям сидеть внутри, в Беларуси, в тюрьмах, и если у них есть эта готовность, и есть эта смелость, и есть эта ценность собственной жизни. Мне вот по жизни, кстати, этого не часто хватает. Я считаю, что это тоже такое последствие нашего такого постсоветского наследия и 30-летней диктатуры, когда ценность человеческой жизни, ну, как бы, если мы герои, то она ценна. Я так про себя долгое время думала, когда работала в Радиславе, что меня так ценят и знают, потому что я аж убежище открыла на 30 спальных мест, людям помогаю, а что я как человек, ну, Оля, психолог по образованию, любит сажать деревья, там ездит на велике, у нее есть дочка. Я не видела ценности в себе, в своей жизни, просто так, потому что я человек, потому что я живу на этой планете, и меня тоже очень воодушевляют и восхищают люди, герои, но, например, когда я попала в заключение, я поняла, что я не герой, хотя всю жизнь думала, что я героиня, но я поняла, что я не героиня, и мы постоянно обсуждали в камере с закамерницами вопрос, если мы попадем в колонию, что будем делать мы, и мы боялись друг другу в глаза смотреть, потому что каждая думала про то, что я хочу себя спасти, я хочу, чтобы это прекратилось, я хочу вернуться к детям, но никто вслух не сказал бы, что конечно, я напишу на помилование, это же моя жизнь, я важна, я ценна, я не хочу, чтобы меня уничтожали. С 29 апреля во все СИЗО Беларуси не принимают медикаменты импертного производства, а я каждый день принимаю немецкие гормоны из-за щитовидки, я не хочу такого, я не хочу белорусского альтероксина, он мне не помогает, я хочу к дочке, я не хочу плакать каждую ночь, находясь в заключении, почему мне должно быть стыдно сказать, что я хочу себя спасти, и если у человека есть ощущение ценности собственной жизни, то мы обязательно будем поддерживать и информировать, как это делать, как писать на помилование, надо написать президент с большой буквы П, пиши президент с большой буквы П. Андрей Шарэнда, муж полиценеволенный Полины Шарэнда Панасюк, он резкарат скритиковал службы одно окно, аккурат за парады, потом, як писать прошение о помиловании, я хочу привести его цитату, нескоренных политвязня, які отмывляются писать такие прошения, просто информацийно записали у некую группу радикалов и стараются их позицию обходить боком, например, в этих же юридичных парадах одного окна нема негодных слова про то, что може быть позиция супрацива системе при затримане. Што ты може отказать ямана гэта? Быть заключенные в огромном риске, это огромная уязвимая группа по очень многим критериям и как нам давать юридическую консультацию связанную с тем, что мы заблаговременно знаем ухудшит положение заключенных, я не знаю, я не готова и я, и моя команда не готовы ответственность за информирование людей о том, что подвергнет их большему риску. Я для себе прочитала его пост так, что зараз шмат подтримки отримливают люди, которые пишут прошения о помиловании, и он приводит приклад одворотный, что когда Полина показывает открытую супрацю в системе, что она трапляет в группу радикалов, до которых вы сами напрашиваетесь на такое ставление до себе, это ваша ваше решение умовно? Я слышу это в этом вопросе, но тут важно понимать, что это все сводится к одному окну и к юридическим консультациям. Ну, то есть, как бы, только из-за этого я интерпретирую вопрос иначе. мне кажется, что задача белорусского общества проявлять солидарность и поддерживать любую тактику сопротивления политзаключенных, которые они для себя выбирают. Если это сопротивление в той ситуации, в которой они находятся, это достойно восхищения. Мы не можем маргинализировать таких политзаключенных. мы можем только поддерживать их, поддерживать их семьи, требовать ну, как бы улучшения условий для политзаключенных, чтобы они не были в такой изоляции, фиксировать информацию о насилии и пытках, которая применяется в отношении них. Если они не могут защитить себя от насилия, находясь там, ведь то, что происходит с Полиной, это ну, это шокирует, это ужасно. Ну, то есть, это прямые акты прямого физического нападения, которые делаются руками других заключенных. И в этой ситуации мы тогда берем на себя эту задачу. Когда люди пишут на помилование, я, честно говоря, не вижу этой огромной волны общественной поддержки людям, которые пишут на помилование. Как раз таки, ну, вот как-то в моем как бы вот этом пузыре общественном, наоборот, я чаще слышу, что это не очень достойная политзаключенных поведения, и я думаю, что это говорит нам о том, насколько субъективно наше представление, потому что все-таки у нас достаточно ограниченный круг общения, у нас нету проведенных соцопросов, например, на эту тему. Ни в коем случае нельзя тягать это одеяло. Кто более герой, или кто сдался, или кто предатель? Нам важно поддерживать, как я уже говорила, любую тактику и принимать это решение как единственное правильное в жизни этого человека именно в этой ситуации. Блиц, Тейлор Свифт и Бьонсе. Тейлор Свифт. Пусирает и Грета Тунберг. Пусирает. Чему? Господи, это две абсолютно разные истории. С Гретой Тунберг у меня сопряжено очень много сопереживания и сочувствия, и для меня это такая тяжелая история, хотя, безусловно, недооценивать ее такой политический вклад невозможно. Пусирает это вообще энергия, сила, как бы кто ни относился и вообще творят, что хотят, иногда надо поучиться. Катерина Снытина и Олена Левченко? Я не знаю ни ту, ни другую, но, наверное, Катя Снытина. И она до речи недавно зарубила камин-аут. Она выглядит очень открытым человеком, и я подписана на нее в Инстаграме. И Еросемен и Теопейкин? Опять же, ничего не знаю, ни про одну, ни про второго, но, наверное, возьмем Опейкин, потому что была возможность разговаривать, разговоры про политзаключенных, и я выделяю для себя таких людей, которым болит. Секс-эдукация ци сексу великим городе? Секс-эдукация. Глядела? Глядела. Як-то уражение эмоций? Я так само глядела. Мне очень понравилось, и в какой-то момент для себя решила, что наступит время, когда я предложу дочке вместе его посмотреть. И когда я к ней с этим пришла, она сказала, мама, я все сезоны уже посмотрела. У меня была эмоция после прогляда, что все батьки повинны поглядеть на это сирье. Да. Любимое место в Беларуси? Альбо в Менску? У меня есть любимое место в Беларуси. Я там посадила больше ста деревьев. Это деревня, в которой я когда-нибудь буду жить. Ты не можешь сказать, где это? Да даже Губопик знаю. Деревня Галимцы, Воложинский район. А чему там? Я купила там к себе кусок земли и сажаю там деревья. Самый смелый лучшинок? Мой. Я спасла себя и свою дочь. Чем она рождаешься? Я горжусь, что я не сдалась. Не сдалась эти 20 лет, когда помогала женщина, пострадавшим от насилия. И не сдаюсь сейчас. Кем захопляешься? Честно говоря, восхищаюсь своей дочерью. Иногда мне кажется, что у нее настолько иное видение событий, обстоятельств в этой жизни, что я тоже так хотела бы. Я понимаю, что мне уже не вскочить в этот последний вагон уходящего поезда, и мы разные поколения. Но меня очень восхищает, когда молодые люди теперь очень хорошо балансируют, у них нет этого героизма, да, я тут жизнь свою положу на изменения в стране. У них очень такой трезвый, критичный взгляд и готовность что-то делать, либо не делать, говорят об этом честно, честность. Мне очень нравится. Вильня, ци Клайпеда? Вильня. Чему? Чем дальше я от забора, тем мне сложнее. А ты живешь в Клайпеде изоляции, реабилитации, когда я могу чуть больше побыть одна, но я хочу домой. Ну, Вы Беларуси. Посада министерки, ци керавниця Радислава? Какой вообще это провокационный вопрос. Но я реалистка. Посада министерки. Ты шмат гаду керавала организация Радислава, яка допомагала женщинам, яке потерпели от хатника гвалту. Али ты сама сутыкнулась с хатним гвалтом. Кали был перший эпизод в твоем житте? Кали ты его сустрела? Я, конечно же, тогда не знала, что это домашнее насилие. И вообще на самом деле я долго не знала существования такого термина. Мне просто казалось, что в моей семье происходят очень тяжелые вещи для меня, в моей родительской семье. Первые воспоминания тяжелые, наверное, с самого детства. Так как мы переехали в новую квартиру, когда мне было 4 года, то это были события до этого времени. То есть это совсем раннее детство. Я просто помню, что я достаточно рано столкнулась с тем, как один человек может бить другого человека, кричать, оскорблять. Я помню очень много страха такого детского, когда ты не понимаешь, что происходит, просто кажется, что происходит ужас, и ты не знаешь, как это переварить. Я, наверное, не хотела бы приводить конкретные примеры, потому что эти воспоминания теперь заблокированы. Отец умер. И сейчас тяжело рассказывать эту историю. Как будто когда-то у меня было моральное право называть вещи своими именами, но все случилось, как случилось. Я была в СИЗО и даже не могла попасть на эти похороны, и не была рядом с семьей, когда это все происходило. И у меня такое, ну, конечно, чувство вины перед семьей, поэтому я теперь аккуратнее обхожусь с этой семейной историей. Я помню, что вот эта тема убежища, она возникла очень рано. Тогда еще на старой квартире я помню, что мы прятались у соседей. Я не понимала, почему я не могу спать дома. Вот. И я помню, что это вот такое чувство было, что ты какой-то вечно уставший, хочешь спать, потому что тебя куда-то хватают за руку, вы куда-то бежите. И это такая атмосфера очень тяжелая для ребенка. Потом, конечно, когда я подросла и была уже подростком, у нас долгое время был такой серьезный промежуток в семье, когда все было хорошо. Это была какая-то такая хорошая, спокойная семья. мы ужинали каждый день вечером. Все вместе садились за стол в семь часов и ужинали. Я сейчас не вижу таких семей. то есть, как бы, у всех свои дела, у всех свой график, телефоны, сериал на Netflix. Ну, то есть, а там это прямо была такая идиллия. А потом снова все началось, у отца был алкоголизм, и он снова начал употреблять алкоголь. И мой подростковый период, он уже, конечно, был более жестким. Хотя я никогда не была объектом нападений. Мне с сестрой часто просто случайно попадало, потому что все насилие было направлено на маму. Но я узнала про то, что это домашнее насилие, только когда училась в универе. И начала читать литературу. Ну, то есть, я долгое время жила с ощущением того, что это насилие, во-первых, не насилие, а во-вторых, что это происходит только в моей семье. Ну, что вот у меня какая-то странная поломанная семья, что это не какая-то общественная проблема, социальная проблема, не было такого. Хотя мне всего лишь 42. Ну, то есть, когда я училась в универе, уже был интернет. Я, разумею, твое решение не говорить, я только одну цитату хочу привести, просто для разумения, что с чем-то затыкалась. Я памятую, как мы хавали на жизнь всякие подложки, на которых спали. Мы боялись, что нас забьют. Как твоя мама с этим справлялась? В уголе? Чему она не могла, не знаю, взять вас под пахи и сбегче куда идти? Это изначально вопрос, на который нельзя ответить. Почему мы не спасаем себя и своих детей? И на самом деле у меня есть стойкое убеждение, что то, что сейчас происходит с Беларусью, это примерно то же самое, только на таком масштабном национальном уровне. Когда ты живешь свою жизнь долго, не называя насилие насилием, ты не будешь думать о том, что тебе надо себя спасать. Когда ты думаешь, что это только в твоей семье, ты думаешь, что с тобой что-то не так, и ты что-то неправильно делаешь, и ты постоянно обвиняешь себя за все. За то, что тебя избили, за то, что твои дети плачут, за то, что ты не можешь их спасти и так далее. То есть как бы вот эта недоинформированность людей, конечно же, в том числе женщин, о своих правах, о том, что нас никто не имеет права бить. Ни в семье, ни дома, ни на улице, ни на митинге. Нас никто не имеет права бить. С этой идеей нужно расти с самого детства, чтобы привыкнуть к ней, осознать ее и жить, исходя из этой ценности, что у тебя есть права, они незыблемы, они могут быть ограничены только если ты совершишь преступление. Но у нас нет таких знаний. Государству не было выгодно, чтобы мы знали про свои права. И мы не можем теперь задавать тысячам, десяткам, тысяч женщин в Беларуси, ну и по всей планете, честно говоря, почему ты не уходишь или не ушла. потому что общество таким образом сформировало вот этот баланс сил, общество таким образом воспитывало мужчин и женщин, мальчиков и девочек, что это стало возможно, это стало допустимо, когда люди десятилетиями живут в насилии, не понимая, что так ненормально, так быть не должно. Безнаказанность насилия порождает еще большее насилие. И я, безусловно, как экспертка в этой области говорю о том, что скорее всего мы когда-нибудь узнаем, насколько были взаимосвязаны процессы, связанные с государственным насилием и как это повлияло на ситуацию с домашним насилием. Я уверена, что такие исследования когда-нибудь в Беларуси будут. Что-то отчелокали в турме, доведалось, что твой тата помер. Ну это был тяжелый день, я пришла очень с таким агрессивным напором на встречу с адвокатом и у нас было не очень много времени. Я помню этот день очень хорошо. Я села напротив нее, нас посадили в такой кабинет, где между задержанным и адвокатом такое пластиковое стекло и решетка и буквально пару дырочек. и требования на володарке были еще такие. Тебе нужно надеть маску, надеть щиток и надеть одноразовые перчатки. То есть между тобой и человеком маска, щиток, решетка, пластиковое стекло, по-моему, еще одна решетка, щиток адвоката, маска адвоката и твой адвокат. И я вот ей в эти несколько дырочек кричу там Наташа, значит так, надо сделать это, сделать это, передай сестре это, дочке там нужно купить там какую-то шапку или что меня беспокоило, куртку новую. И я говорю, ты пока молчи, потом все скажешь, что тебе есть, что сказать, у меня список. И вот я надиктовываю ей пост для Инстаграма, потому что меня поставили как склонную к экстремистской, но и деструктивной деятельности на учет. Вот это вот все ей надиктовываю, а потом я вот так вот сажусь и говорю, ну, а у тебя какие новости? И мой адвокат мне рассказывает всякие новости, что слышно последствия, там и так далее. Ну и просто смотрит на меня. И я просто знала, потому что последний раз, когда я видела отца, я забирала его в реабилитационном центре в Оксаковщине и везла домой. Я знала, что у него был ковид на фоне вот этих всех его проблем с сердцем. И это был просто такой вопрос невзначай, как там отец. и моя адвокат такая бу-бу-бу. Я понимаю, что не из-за масок, не из-за щитков я ничего не понимаю, не слышу. И еще это стекло, и я просто приближаюсь и говорю, Наташа, повтори, пожалуйста, я не слышу. Она говорит, отец умер. Она не могла не знаю, это же дотронуться до меня, как-то обнять. Мы работали с ней в Радиславе и давно знакомы. Я опустила голову и долгое время просто сидела. Было очень обидно, досадно. Было так стыдно. У меня было ощущение, что это я виновата. Отец был дома, когда меня задерживали. И во время задержания не было ничего опасного физически, но психологически это была полная жесть. Они меня так оскорбляли. меня никогда в жизни так не оскорбляли. И я в момент задержания все, о чем думала, это то, что он в соседней комнате. Все это слышит. Короче, они обзывали меня алкоголичкой, плохой мамой, тупой. Обыск длился часа четыре, но то, что я тупая, я слышала без преувеличения, мне кажется, раз сто. Он просто проходил мимо один из сотрудников Кубопика. Он просто каждый раз говорил, ну ты тупая, ну ты тупая. И я как бы, ну а я молчала, это была моя стратегия при задержании. И я просто стояла широко раздвинув ноги в наручниках с натянутым капюшоном, как будто я, не знаю, пять килограмм кокаина привезла в Беларусь. Такая уже преступница. Они искали фиолетовую байку, в которой я была на протестах. Меня задерживали, как и всех, просто потому, что я посмела выйти на улицу, посмела оказаться на фотке на проезжей части. И вот я стою, такая вся из себя преступница задержанная в комнате отец и несколько часов постоянных оскорблений. Ну, а фишка еще наших отношений в том, что очень много лет до этого мы никогда не разговаривали. У меня было много обиды, а у него, наверное, было много страха. Ну, и никто из нас не знал, что сказать друг другу, когда так все в семье произошло. Я долгое время с ними уже не жила на тот момент. Вот. И последний просто весь вообще ужас, который можно было про меня орать, про то, что я лесбиянка, про то, что я алкоголичка, про то, что я тупая, ужасная дочь. Они ж видели его. Ужасная дочь, ужасная мать, мне надо лишить родительских прав. И вот это вот все, это последнее, что он обо мне слышал в своей жизни. И я вот сижу в СИЗО, узнаю, что он умер, и что я уже ему ничего не скажу, что это неправда. Я не алкоголичка, я хорошая мама. что? И он что не ведая, что это неправда. Я не думаю, что он много чего знал обо мне и о том, как сложилась моя жизнь. Вот. И это просто было какой-то огромный стыд, что а ты, Оля, даже на похороны не попадешь. Вот. Поэтому это был тяжелый опыт. Рядом со мной была Марфа Рыбкова в соседней камере. У нее была похожая история. потом я часто встречалась с заключенными, которые не смогли попасть на похороны своих близких. И меня вот... Я вернулась в камеру, и у меня постоянно была вот эта мысль в голове. Вот. Что режим с нами делает в этой ситуации? Все можно отменить. Даже то, что я просидела шесть месяцев в СИЗО, а могла там сделать это, это, это. Ну, то есть какие-то упущенные возможности, там, утраченное местами здоровье, напуганный ребенок, ладно, ну, там, мама в стрессе. Но есть такие моменты, которые уже не отменить, не переиграть, которые навсегда. И вот неужели они думают, что, ну, вот, это того стоит. Я по закону имела право, чтобы меня конвоировали на похороны. Я написала заявление об этом. Вот. Ну, они сказали, пятница вечер, все уже ушли с работы и закрыли кормушку. Ну, то есть у кого-то пятница вечер, у кого-то близкий человек умер, и он больше никогда его в жизни не увидит. И ты же не откопаешь потом своего родственника, чтобы переиграть эти похороны, сказать последние слова, попрощаться, не знаю, написать письмо, положить в гроб или еще что-нибудь. У тебя нету больше никаких шансов все сделать иначе. Вот. И не знаю, мне с этим жить, я понимаю, но им с этим жить. С чего начинается хатник валт? Коли мужчина первый раз поднял руку на женщину, это уже звоночек, который означает, что нужно сходить. Когда мы говорим про домашнее насилие, мы говорим про определенные циклы. Когда нарастает напряжение, происходит открытый инцидент насилия, потом фаза медового месяца. И чем дольше идут отношения насильственные, тем этот круг начинает двигаться быстрее, чаще, и тем более жестоким становится само насилие. Но также важно говорить о том, что когда пострадавшие не знают, что они пострадали от домашнего насилия, агрессоры не знают, что они совершают домашнее насилие. Такой вот парадокс дикий, когда ты сбиваешь человека и не понимаешь, что ты поступаешь плохо. Мы видели такие кейсы, это в основном было связано, когда там сыновья избивали, мать, например. Но у нас были такие примеры, когда люди сидели на консультациях и такие вот так осознавали, что они то есть получается я применяю насилие в отношении своей мамы и наша психолог у него спрашивает, а что вы думали вы делаете в этот момент? У нее рука сломана. Ну то есть как бы люди не осознают, потому что для них насилие это какое-то представление у них картинки. А то, что они делают, они найдут себе всегда оправдание, это такой важный аспект личности, человек, который применяет насилие, отсутствие критики в собственный адрес, все вокруг виноваты, меня вынудили, я не сдержался и так далее. Но да, тут важно понимать, что насилие, даже физическое, может прекратиться, но для этого надо что-то сделать. И если в паре этот круг насилия прошел уже два раза и более, эксперты считают, что наступила хроническая стадия, которые помогут только специалисты. У 2003 годзе был таки довольно скандальный материал на комсомолцы вышел, и там жонка Александра Сладухи Наталья Берукова рассказывала, что он зарадзил табуреткой, разбил броу, и это было не первый раз, и Оголе Жаги рассказывала про совместное житие, але после Сладуха как давал свои концерты с полными залами, так и протягнул до Бога Оголе, нияк на его имиджах это не отбилося. Як ты думаешь, чому так? Ну, потому что на тот момент в Беларуси мы часто говорили, что домашнее насилие это латентная проблема, скрытая, потому что мы говорили о том, что нет специалистов, которые работают в этой области, нет инфраструктуры, нет горячих линий, нет убежищ, нет ничего, никакой ни госпрограммы, ни ответственности, например, если ты обращаешься в милицию и сообщаешь о том, что тебе муж разнес табуретку от твою голову. Поэтому мне кажется, это такое нормальное течение событий в той ситуации, и в той истории, но теперь мы говорим о том, что домашнее насилие это проблема не скрытая, о ней уже все-таки все эти годы много писали и так далее, но она нормализована, ну то есть насилие это норма, насилию есть оправдание, например, много можно услышать оправданий, почему мужчина не сдержался и ему позволительно, сейчас вообще об этом смешно говорить, потому что у нас за насилие не то, что не привлекают к ответственности, у нас там погоны дают, звания, кортики, у нас ну как бы это такая ситуация, когда политическая воля в стране такова, что насилие это норма, насилие применять можно и нужно, но по определенным условиям, ну то есть это может делать государство, как монополист на насилие, это может, например, делать муж, потому что у нас нету закона осуждающего такого насилия, такое насилие, поэтому вот эта безнаказанность, она, конечно, ведет к тому, что у нас нет и общественного порицания, ну потому что не знаю даже, сколько должно пройти времени в Беларуси, чтобы мы вышли хотя бы на уровень инфокомпании Мету, да, и люди начали без опаски вообще за вот это осуждение делиться своими вот этими честными историями, что происходило у них в отношениях, потому что с большего реакция общества, она все-таки с точки зрения политического насилия государственного, да, у нас уже достигнуто вот это вот гражданское согласие в этом вопросе, это нарушение прав человека, это плохо, режим должен понести наказание за это, но все меняется опять же, когда речь идет о домашнем насилии, потому что тогда нужно будет, осудив саладуху и не пойдя на его концерт, задуматься на тем, что происходит в твоей собственной семье и что в этот момент делаешь ты, когда похожие события происходят или что ты делаешь, когда в отношении тебя это происходит. Радислава так само допомогала женщинами, которые потерпели от сексуального рабства, чтобы они потрапили в сексуальное рабство. Можешь коротко окреслить масштабы этой проблемы внутри Беларуси? Это очень давняя история, когда в стране еще никто не знал, что такое торговля людьми, что такое сексуальное рабство, что такое трафикинг. Это было начало нулевых, и важно сказать, что Радислава работала по этим кейсам плотно до 2006 года. Потом общественный запрос в нашу организацию сформировался все-таки со стороны жертв домашнего насилия, и мы перестроили как бы нашу работу. Но время от времени у нас появлялись такие кейсы. Это всегда были очень разные истории. Это были истории белорусок, которые были вывезены в другие страны. Очень разная география. Это могла быть Чехия, это могла быть Литва, это мог быть Израиль. Я сейчас перечисляю конкретные страны, откуда у нас были кейсы. Объединенные Арабские Эмираты, Босния. То есть не важно в какую страну, но важно, что белорусок в те годы вывозили в основном с целью сексуального рабства, и периодически у нас были кейсы по экономическому рабству. Если говорить про экономическое, это все-таки больше Новосток, это Россия. Это были очень страшные истории. Я не хотела знать о таких событиях на этой планете в своей жизни, потому что самой младшей нашей клиентке было 12 лет на тот момент, когда она была депортирована. Это частая такая история, что такие женщины спасаются либо путем депортации, что они сдадутся где-то полиции, либо помогали постоянно клиенты. Когда ты разжалобишь какого-нибудь постоянного клиента, он тебе поможет, он тебя вывезет, купит билет на самолет и отправит в Беларусь. Но гораздо чаще у нас было по линии Министерства внутренних дел таких кейсов, потому что речь шла про депортацию, и чтобы такого человека не сразу отправлять в какой-нибудь маленький населенный белорусский пункт, где будет семья, спрашивать а чего, а как, что случилось, плюс еще расследование, нужно давать показания в Минске, плюс медицина, нужно восстанавливать здоровье, поэтому, ну вот, мы долгое время работали в таком тандеме, когда они могли у нас жить. А как туда люди траплять? Как это отбивается? Как можно человека взять и вывезти? Ну вот, кстати, интересно, у нас был кейс, это были две туристки в Турции, которые просто сели в машину к опасному человеку, думая, что это такси. То есть, такое может произойти на самом деле всегда, и очень важно не расслабляться и помнить про небезопасность на этой планете, потому что торговля людьми достаточно серьезно прекращена в Беларуси. Объясню чуть позже, почему. Но в целом на планете это достаточно серьезная проблема до сих пор. Все не осталось в начале нулевых. Попасть туда можно было разными путями. В основном, конечно, через людей, которым ты доверяешь. Это могли быть родственники, подруги, еще кто-нибудь, или трафикеры, которые входили, ну, как бы, втирались в доверие, становились партнерами, там, предлагали встречаться и так далее, и поехали в другую страну, там можно много заработать. Кейсы очень разные. Но я просто что хочу сказать, что от торговли людьми страдают в том числе секс-работницы. Это не важно. Даже если человек, занимаясь секс-работой тут, принимает решение заработать более хорошие деньги в какой-нибудь другой стране, человек рассчитывает на оплату своей работы, человек рассчитывает на безопасность, что он или она не погибнут, они не будут избиты, их не будут насиловать десятки людей в течение ночи. То есть это преступление в любом случае. Не важно, как ты туда попадаешь, через кого, ты едешь реально заниматься профессионально секс-работой или тебя обманули. Это не должно быть барьером в отношении к этому преступлению и к пострадавшим от этого преступления. Поэтому, да, кейсы очень разные. Обычно работали такие сети трафикеров, которые вербовали, рассказывали, как там классно, как можно за месяц заработать столько-то денег и в любой момент вернешься и так далее и тому подобное. И кейсы тоже очень разные. Некоторые виды таких кейсов, они заканчиваются тем, что людей, например, просто обманули. Ну, они очень много работали, например, это экономическая торговля, но им ничего не заплатили и они еще остались должны. Но белорусские, конечно, столкнулись с очень тяжелой бедой и Беларусь при этом была как страна поставщик таких людей, так и страна транзитная, потому что много людей ехали из России, из других стран на запад и в последние годы страна назначения. Ну, то есть как бы сюда уже ехали люди либо люди внутри Беларуси оказывались в рабстве. Поэтому это долгая история, хоть для нашей организации она давняя, но вот в отличие от темы домашнего насилия, тут достаточно быстро был принят специальный закон, были созданы различные ведомства при департаментах МВД. Ну, то есть как бы вот за это насилие государство взялось быстро. Потому что что? Потому что это транснационально организованная преступность. И это огромные деньги. Это деньги, которые в мировом подсчете статистики стояли на следующем месте после торговли оружием и наркотиками. Ну, вот на третьем месте была торговля людьми. И тут уже государство никак не могло это проигнорировать. А домашнее насилие это такое незаметное насилие за закрытой дверью, а еще теперь еще и за закрытыми дверями в тюрьмах. Ты у камеры понулась за женщиной, которая ранее тропляла у ваша сховища в Радиславе? Можешь рассказать про эту встречу? Я тогда еще не была переведена в СИЗО, я была на Крестино, и дверь открылась, завели новых задержанных и у меня очень болели почки. Честно говоря, я на самом деле интроверт, который прикидывается экстравертом. Я просто сидела уткнувшись в угол и не наблюдала за тем, что происходит. Но, наверное, узнала по походке или как. Ну, просто почему-то обратила внимание. У нее очень-очень плохое зрение. И я знала, что она не узнает меня, даже если это она. И я уже не выдержала в какой-то момент. Она все что-то рассказывает, рассказывает, как ее задержали. И я просто подхожу, голос-то узнаю, и я просто подхожу к ней вот прямо, чтобы она меня увидела. Вот так вот. и ничего не говорю. И она такая, Ольга, это вы? И полкамеры расплакалась. Ну, мне кажется, это был такой вайп, типа, передача, жди меня. Вот. И это действительно был очень трогательный момент. Я так испугалась. И она не по политической статье была задержана. и мы вот с ней сидели, долго разговаривали, несколько дней, пока были в одной камере, пока меня не увезли. Я понимала, что произошло у нее что-то очень опасное и страшное. И, ну, вот это бессилие, знаешь, когда ты уже понимаешь, что раньше ты могла помочь в такой ситуации человеку, а теперь ты никто. Ну, тебя точно так же голову опустило, пошла не смотреть. то есть ты никто. И ты ничем не можешь помочь. Все, что ты можешь сказать, это мне очень жаль, что мы обе тут. Мы не должны тут быть. И как бы встреча трогательная, но потом было продолжение этой истории. Она попала вслед за мной в СИЗО. И это ужасная история, потому что люди, не знающие своих прав и не имеющие денег на хорошего адвоката, вообще они как себя не могут защитить. А системе все равно, потому что они у себя галочку поставили, преступление раскрыто, все. Но никто не учитывает этих обстоятельств. Уязвимых людей в Беларуси очень много. И то, что вот они на сегодняшний день ликвидировали 1441 общественную организацию и фонды, это просто огромный урон и огромные последствия для тех людей, которые внутри Беларуси остались без помощи. Это правда, что тебе внутрь турмы пропускали только листы от людей, которые ожидали зла, скажем так, это были мужи, женщины, которым ты допомагала, какие применяли хатни, 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 своих близких? Нет, это неправда, да, я получила письмо с угрозами в адрес своей дочери, но тут важно сказать, что я поначалу получала очень много писем, иногда это было 5-6 писем каждый день, в основном это были письма от незнакомых людей, дочка мне писала каждый день, но я не получала ее письма, и достаточно быстро перестали эти письма от сестры и от других моих близких, а потом мы вообще перестали, но да, интересное письмо до меня все-таки дошло, обычно на корреспонденции стоит печать цензора, кто именно проверил это письмо и отправил его к тебе, на этом письме не было печати, но это было письмо такого содержания, я знала, что на тот момент, когда получила это письмо, что на меня уже написали ложный донос, на меня и на всю Радиславу, что мы платили клиенткам за то, что, а, нет, мы даже им не платили, мы давали им жить в убежище, чтобы они ходили на протесты, это была такая плата, как бы, своеобразная, что в подвалах нашего дома мы шили БЧБ-флаги, печатали протестные стикеры, в общем, и там вот такой, ну, бред пошел весь в губопик, в администрацию президента, в КГБ, наверное, ну, то есть там прямо огромный такой был перечень адресатов, я уже знала про это письмо, но вот он написал мне уже лично, Горбуновой Ольге, вот, письмо достаточно пустое, больное, я бы даже сказала, малоадекватное, но несколько предложений из этого письма, конечно, лишили меня спокойной жизни на очень долгое время, там содержались угрозы в адрес моей несовершеннолетней дочери, и, ну, такие угрозы, как я их восприняла, физической расправы, и все это завуалировано было такими словами, что мы позаботимся о твоей дочке, ну, вот теперь ты и она ответьте за то, что ты делала с детьми в убежище, я сначала, ну, как-то, такая первая реакция была, ну, бред, вот, но это бред, когда ты на воле, когда ты можешь в любой момент позвонить ребенку, услышать ее, там ее голос, спросить, вернулась ли она со школы, поприти вечером поговорить, обнять, предпринять какие-то меры безопасности, но ты заперта в камере, и сначала ты рационализируешь и думаешь, так, все, это пустые угрозы, вот, а потом приходит адвокат и говорит, Оля, это ужасно, тебе нужно написать заявление в милицию, и ты понимаешь, что если тебе адвокат такое советует, то, может быть, ты что-то вообще неправильно интерпретируешь, и, ну, все, мозг начал играть очень злые игры со мной, я просто ходила по камере, пока не спала, когда я спала, мне это снилось, а когда я не спала, вот с самого утра, в 6 утра подъем, в 10 вечера отбой, твой мозг рисует просто очень разные сцены того, как это может произойти, сбить машину, нападение в подъезде, и ты просто сходишь с ума, и ты, и ты ждешь адвоката, адвокатка мне приходила каждую неделю, но в тот момент мне казалось, что это все тянется бесконечно, ты каждый день, утро, днем, вечер, ты не знаешь вообще, что с ней, жива она, может, ее кто-то ранил, может, она в больнице, адвокат однажды мне сказала, что когда она мне сообщила о смерти отца в СИЗО, мои родные сомневались, стоит ли мне это говорить в СИЗО, и я в тот момент поняла, что адвокат мне могла не рассказать о том, что произошло с отцом, я ее поблагодарила и сказала, Наташа, самое главное, чтобы я знала правду, какая бы она ни была, спасибо, что ты рассказала про отца, но когда я получила это письмо, это было уже после смерти отца, я подумала, она меня обманет, если что-то произойдет, и я просто приходила на такие встречи, я вот так вот смотрела, ну маска, щиток, все помним, я просто смотрела ей в глаза, ждала, там, минуту, потому что мне казалось, что если что-то произошло страшное, она отвезет взгляд, она не сможет мне смотреть в глаза, и я у нее все время первый вопрос спрашивала, все живы, все здоровы, она говорит, да, и я вот так вот на нее смотрела, такая, ну ладно, ну то есть у меня была такая паранойя, что вот этот опыт, он конечно, ну, я не знаю, это, это то, что не планировал режим, это то, что происходит без ведома, там, силовиков, но у каждого политзаключенного и политзаключенные есть свои иные жизненные обстоятельства, и у меня это был активизм, связанный с защитой прав женщин, и это просто такой дополнительный риск, того, что ты реально просто можешь поехать кукухой, и никто тебя не убережет, и никакая потом медицинская реабилитация многолетняя после твоего освобождения тебе не поможет, поэтому для меня так важен гуманитарный трек. Одна из женщин, яким вы допомогали в Радиславе, по культу сидела у турния, написала, вернее, добрый вспомин про тебе, я хочу их зачитать, и, может быть, ты сгадаешь с твоего боку, как это было. Памятую, я к одной чулетку написала у фейсбука, что хотела обсуждать святанок. Это был вечер, а у четыре ранницы Воля приехала до меня и сказала, Алина, поедем сутрогать святанок сегодня. Мы поехали на Минское море, глядели на воду, размовляли про всякое, и это была самая счастливая ранница. Что ты про я памятаешь? Я очень хорошо помню и то утро, и тот день, и этого человека. Вот, и я не знаю, но я уже говорила, что делая выбор, планируя свой день или свою неделю, или свой год, или какое-то более далекое будущее, я очень часто интуитивно, эмоционально на ощупь принимаю какие-то решения. Профессиональная экспертиза, она очень важна, понимать, как, что работает, но человеческое участие, поддержка, это единственное, что лечит нас, наше разочарование, наши травмы. Я помню тот вечер, когда я открыла Фейсбук и увидела этот ее список, что начиналось лето, и она так боялась его упустить и пропустить, и составила себе дела, какие она бы хотела сделать этим летом. Там был длинный список, и был как раз вот встретить рассвет этим летом. И я подумала, что, о, прикольно, мне это самой нравится, мне это нужно, и это точно то, что я могу сделать для другого человека. Мне несложно просто проснуться в три ночи и съездить, и провести это время вместе. И, ну, для меня это было так же важно, как и для Алины в тот момент. Ну, то есть, это реально был очень классный рассвет. И мне кажется, когда мы сейчас находимся, не знаю, внутри Беларуси или в разных странах, и порой кажется, что руки опускаются, и столько вот этой безнадеги, отчаяния, и ничего не меняется, все становится только хуже. Мне кажется, вот искать какие-то такие маленькие шаги, чтобы побыть рядом, просто заставить себя. Ну, то есть, ты же знаешь, что тебе будет легче, если ты с кем-то побудешь рядом, близко, в плане эмоций, какой-то открытости. и просто использовать такие простые, дешевые варианты, да, доступные для нас, когда мы можем увидеться с друг другом хотя бы на чашку кофе и просто спросить. Я ненавижу вопрос, как ты, потому что я не знаю, как отвечать на этот вопрос с 2020 года, но просто побыть рядом и поделиться тем, что происходит со мной, и, возможно, это поможет открыться другому человеку, это важно. Так что это был очень классный день. Дякую тебе за разговор. Спасибо тебе. Спасибо, что вы с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok